Выпускников просят поторопиться. Близится срок завершения регистрации на единый государственный экзамен. До какого числа можно подать заявление и как это сделать, рассказали в Управлении образования администрации города. Не за горами итоговая аттестация. Единый государственный экзамен пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 20 марта по 19 апреля, основной с 26 мая по 1 июля. Дополнительно сдать экзамены можно будет в сентябре с 6 по 19 число. Заявление на участие в ЕГЭ необходимо подать уже сейчас. Подача заявлений это обязательное условие, которое необходимо для регистрации участников на единые государственные экзамены в 2023 году. Такое заявление выпускники текущего года должны подать в организациях, где они обучаются в настоящий момент. А выпускники прошлых лет должны подойти в Управление образования к нам в 359 кабинет и подать заявление. Заявление на регистрацию принимают до 1 февраля включительно. В нем важно указать перечень предметов, которые планируют сдавать участники испытания. Выпускники текущего года обязательно должны включить в него русский язык и математику. Удовлетворительные оценки по ним дают выпускникам право получить аттестат о среднем общем образовании. Математику можно сдать в двух вариантах. Сдать базовую математику и профильную. Профильная математика нужна тем выпускникам, которые планируют продолжение образования в вузах, где математика является вступительным испытанием для абитуриентов. Набор предметов по выбору – это очень индивидуальные вариации. И эти варианты связаны исключительно с планами выпускников и участников ЕГЭ на продолжение образования в вузах. А еще в управление образования рекомендует ответственно подойти к выбору предметов и не набирать их про запас. Ведь подготовка к ЕГЭ требует много времени и сил, а их может не хватить для успешной сдачи каждого предмета. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.